Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас на обзоре тоже очень интересная ручка, которая пришла к нам, поставила, видимо, рекорд по длительности пребывания в пути, шла она 76 дней, по совету одного из своих подписчиков, который мне сказал, что не надо брать паркер, можно взять ручку, которая похожа на паркер. Сейчас мы посмотрим, как она и пишет. И вот, эта ручка, которая называется Bauer, модель 388. Чем она так хороша? Ну, во-первых, сделана очень качественно, сама по себе. Видите вот эту вот клипсу, которая очень, да какой очень, она один в один, и есть и паркер. Колпачок, ну это, конечно, позолота все, естественно, пластмасса, какой-то металл, тоже материал самой ручки, тоже пластмасса. Перо такое, якобы, чуть-чуть позолоченное, с узором таким нержавеющей стали. Тело ручки пластмассовое, собственно, полностью. Здесь механизм подачи чернил стандартный совершенно, дженхаусский, он снимается. Вот, для того, чтобы нам его не портить, я уже приготовил картридж стандартный. Вот мы его сейчас поставим, и мы подпишем. Заодно посмотрим, как пишет данная ручка. Значит, по тому, что говорят магазины, что это у нас перо иридистое золото, вес этой ручки 24 грамма, длина 136 миллиметров, и диаметр в широкой части 11,5 миллиметра. Итак, вот так прочим. Кстати, иногда бывает, когда ставишь клубачок, даже лучше писать. Итак, ручка Bauer 388 Все по-вышку. Все по-вышку. Так, ну, мы продолжаем. Как мы начали с Нового года Всехзворение о Советском Паспорте Владимира Владимировича Маяковского. Поэтому продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok.